Словно красная тряпка для быка. Новость о повышении тарифов за вывоз мусора подтвердилась. Смириться с этим предстоит как обычным жителям, так и организациям края. Региональный оператор обосновал это просто – инфляция, увеличение затрат на транспортировку мусора и приведение плановых объемов ТКО к фактическим. Проще говоря, по замерам Алирона забайкальцы стали мусорить больше. С 1 июля 2022 года будет повышение тарифа на 19,82%. Это составит 654,81 рубля за 1 кубический метр. Итого тариф вырастет практически на 20%. Это огромная сумма, которую получит оператор, если оценивать ситуацию в пределах всего края. В Алироне ссылаются на региональную службу по тарифам и ценообразованию, от которой мы не смогли получить комментарий вживую. Пришлось ограничиться лишь письменным ответом. Тариф включает в себя расходы на транспортировку, захоронение, затраты на зарплаты сотрудников, приобретение контейнеров, а также расходы на различную документационную работу. Размер платы для жителей частного сектора вырастет практически на 25% и составит 72 рубля с одного человека. А жители многоквартирных домов ожидают рост платы до 30%. Теперь с каждого квартиранта будут взимать 103 рубля. В Министерстве природных ресурсов сослались на то, что ситуацию с увеличением платы должна комментировать исключительно служба по тарифам. Комментарии по качеству оказания услуг Альерона дать вначале согласились, но не в рамках обсуждения роста тарифов. И наверняка все эти новости с повышением звучали бы не так болезненно для людей, если бы не бесконечные жалобы жителей на качество услуг по вывозу мусора, которые неожиданно станут еще дороже. В Альероне также неожиданно предложили и свое решение проблемы. За тот период, когда услуга была оказана некачественно, жителям делается автоматический перерасчет. Если перерасчет не был сделан, жители могут обратиться в наш центр обслуживания клиентов. Если подтвердится, что вывоза действительно не было, мы сделаем перерасчет. Также жители могут позвонить по телефону горячей линии. С вопросом по поводу удовлетворенности качества работы Альерона мы обратились к их клиентам непосредственно в самом офисе, чистом и таком ухоженном. Чего не скажешь про улицы Края. А площадка какая-то есть рядом с вашим домом оборудованная? Нету. Нету, ни контейнера. Она мне сейчас вот говорит, поставьте бочку за свой счет или мешки ставьте. Сейчас для вас схема начисления вашего долга для вас понятна все-таки или нет? Непонятно. Откуда что взяли? Я говорю, ты мне покажи мне договор, где я с вами заключал роспись. У вас договор автоматический. Так там может мне уж, я не знаю, все можно переписать на автоматическое. Если они даже со мной не общались. Справедливости ради стоит отметить. Если недовольны свалками и нерегулярным вывозом мусора лишь часть жителей, то радостных от повышения тарифа мы и вовсе не нашли. Я дожить меньше не буду платить. Пусть что хочет они со мной делать. Ну, в принципе, и так было достаточно. Я бы не готов платить, я как пенсионер, понимаете? Нет, больше не согласен платить. Ладно, я вот живу по Масовской 36. Тоже у нас помойка почти одна. Не хотелось бы, потому что все растет. Тут пугают уже ростом воды, платы за воду и так далее и тому подобное. Не хотелось бы. Воды терпят жители очередное увеличение тарифов. И растущие вслед за ним мусорные свалки как по районам края, так и в его краевой столице. Чего уж греха таить. Анастасия Сизикова, Антон Носов, РТК Забайкалья.